Друзья, хочу сейчас поговорить о любви к родине. Вот для того, чтобы любить родину, надо путешествовать и сравнивать. Когда я путешествую в разные страны, я примеряюсь на себе. Вот хотел ли я бы жить здесь или не хотел бы. Ну, например, Испания. Я там много раз был. Летом жарище вообще вот изнуряющее. Ну, делать вообще ничего невозможно. Конечно, зато зимой, казалось бы, там плюс 10, плюс 12, там 15 градусов. Но дома нет отопления. Окна вот такие, никакие, сплошные сквозняки. И все зимой сидят вот так вот скукожившись и трясутся, значит, под одеялами, значит, накрывшись, там чуть ли не в шапках спят. И, ну, ее нахрен, Испанию. Ну, правда, вот я был, я общался с иммигрантами в апреле, например. Да, они, так сказать, свежие воспоминания, говорит, все переболели. Нахрен нужна эта Испания. Лучше где-нибудь, где, ну, не такие перепады. Ну, например, в тропиках. Там всегда тепло, влажность, зелень кругом, все хорошо. Но, с другой стороны, всякие эти паразиты какие-то, блин, непонятные гадости, змеи, с одной стороны. С другой стороны, цунами, ливни, ураганы вот эти вот все. Значит, ты построил что-то, тебе снесло к чертовой матери. Ну, ее нафиг. А летом, так сказать, ну, там всегда изнуряющая жара, в общем-то, и влажность. Уж лучше как-то на севере, скажем, в какой-нибудь Финляндии. Но, с другой стороны, блин, полгода ночь, полгода день. Ну, так вот, грубо. Тоже нахрен, я не могу без солнца. И получается, что по природным условиям лучше всего жить в России. Ну, если честно, то вот мы прикидывали с женой. Получается, что лучше всего, чтобы жить в каких-нибудь невысоких горах. Чтобы зимой, например, можно было подняться повыше и там снежочек, покататься на лыжах, хрустящий снег. А летом спуститься вниз, чтобы море было рядом. Получается, что самые хорошие условия это в Грузии. Самые хорошие условия это у нас Красная Поляна какая-нибудь в районе Сочи. И получается, что Альпы. То есть, недалеко от Швейцарии, где-то там, где Италия, Швейцария. Ну, идеал, конечно, Швейцария. Франция, вот всякие там Куршевели. Вот там идеальные условия. Ну, природные. Теперь, с точки зрения экономики, очень многие сейчас... Блин, там у меня весь ТикТок в Америку, в Америку, в Америку. Самая лучшая экономика в мире и так далее, и так далее. Свобода! Охренеть какая! А как люди живут и снимают там такие шикарные дома. Ну, если вы приедете в Америку, то вряд ли вы будете жить в таких шикарных домах. Ну, по крайней мере, сразу эти шикарные дома стоят очень дорого. А вы будете жить... Ну, я узнаваю, узнаю у людей. Ну, вы платите, да, вы получаете там 3,5 тысячи долларов в месяц. Немыслимо, сколько можно айфонов купить, говорят мне в ТикТоке. Но, с другой стороны, 1800 долларов отдают за какую-то конуру вообще. То есть, в Нью-Йорке там какой-то снимают нары какие-то, значит, обоссанный подъезд. Вот в чем вы будете жить. И не самый лучший район, между прочим. То есть, я был на севере, в Мичигане. Ну, там, извините, даунтаун – это нечто. Город Флинт. Ну, вот, я зашел, там, сказать, брошенные дома, и жуткое дело, латиносы кругом. Ну, в принципе, я не думаю, что они будут трогать меня, потому что я такой же, как они. Но, с другой стороны, а с кем общаться и так далее. И, ну, с другой стороны, что там общаться, когда работай день и ночь и зарабатывай деньги, чтобы жить хоть как-то, ну, сказать, более-менее нормально, чтобы потом можно было взять кредит и так далее. Купить себе эту несчастную машину в кредит. Купить какую-то, может быть, даже недвижимость в кредит. Это тоже возможно, если ты… Ну, это лет через пять, потому что кредитная история нужна. Вот. И, ну, я не знаю. И если я, например, здесь у меня есть, ну, скажем, специальность какая-то, да, там, врач или еще кто-то, вот, то здесь, ну, конечно, врач зарабатывает у нас совсем мало. Мало. Но если этот врач приезжает в Америку, то кем он становится? Он моет небоскребы, значит, там, ну, есть примеры просто, моет унитазы и так далее. Да, конечно, он зарабатывает много, но, блин, ты уже не врач, а ты уже мойщик унитазов, или там, мойщик окон, или, так сказать, бейбиситеры все. Ну, хорошо, если бейбиситеры, а, так сказать, за старичком каким-то, так сказать, подгузники убирать. Вот, чем вы будете заниматься. Да, зарплата хорошая, да, доходы хорошие, но, блин, ты уже не врач, а ты уже никто, гастарбейтер. Ну, или, значит, испанец, сказать, там, дорожные строители, значит, там, дорожные работы и так далее. Ну, чем занимаются у нас таджики? Ну, вот, тем же и заниматься. Ну, да, зарплата хорошая, значит, деньги хорошие, но при этом, блин, я не знаю, хотелось бы этого или нет. Но зато, если, например, вы здесь сантехник, или там, вы здесь какой-то слесарь, автомеханик, то, в принципе, почему бы и нет, потому что тем же самым вы будете заниматься и в Америке, но за существенно большие деньги. То есть у вас жизнь не меняется фактически, а меняются, ну, как бы, условия и доходы меняются конкретно. Но менять специальность на то, чтобы, сказать, как бы, с врача на сантехника, ну, я бы, наверное, не хотел. Вот. Я, в принципе, по натуре предприниматель. И, наверное, я найду себе применение в любой стране, в том числе и в Америке. То есть моментально я найду достаточно, не моментально, а достаточно быстро найду область применения и найду какие-то схемы, как зарабатывать деньги и как зарабатывать много. Но я был в Америке, и, честно говоря, мне почему-то не захотелось там остаться. Как-то, вот говорят, у нас там полицейское государство, значит, там силовики и так далее, и так далее. А что в Америке лучше? То есть там надо, да, знать законы, да, значит, их не нарушать. И, ну, я-то всегда как-то вот на грани, понимаете, ну, вот, скажем, Германию возьмем, да, там после восьми не шуметь, ну, как это так после восьми не шуметь там, или, значит, что-то еще что-то. Ну, если хочется, что-то сказать, там музыку включить, почему нет, блин, сразу штраф такой, штраф такой, трава не такая, значит, штраф такой, значит, заборчик не такой, ну, блин. Ну, я не знаю, этих правил вот такое вот количество, и, ну, я точно что-нибудь нарушу, потому что, ну, я человек свободный, вот, а там все сразу, в Америке то же самое, тем более в Америке, значит, там просто ты даже не знаешь, что ты нарушишь, и приветик, ты в тюрьме лет на 25 или на 250, ну, вот, а я-то по натуре еще и что-нибудь там такое, значит, ну, а, да, у нас менталитет еще, смотрите, мы не любим платить налоги, ну, если честно, значит, если ты немного зарабатываешь, то ты и не платишь налоги, и, так сказать, ну, как бы на тебя плевать всем, но если поймают в Америке за неуплату налогов, ну, ребята тоже, так сказать, как бы с нашим менталитетом, ну, нельзя так. Я сейчас плачу все налоги, я зарабатываю очень много, плачу налогов больше, чем многие у нас зарабатывают в месяц, вот, но, в принципе, получается, что, а зачем тогда переезжать? У меня трехэтажный дом, о котором, значит, в Германии просто все, так сказать, там, ну, мечта, а, ну, в Америке, наверное, это можно купить в кредит, там, так сказать, те же самые деньги будешь платить, вот, ну, я просто не вижу особого смысла, например, переезжать, а когда создаешь источники пассивного дохода, на которые ты можешь совершенно спокойно, ну, скажем, две-три тысячи долларов пассивный доход, или там, ну, вот, сейчас у меня цель 500 тысяч рублей, да, 500 тысяч рублей, это фактически, сколько там, ну, 8 тысяч долларов, да, вот, получается, что при таком пассивном доходе я могу жить в любом месте, в котором захочу, скажем, в той же Франции или Италии, в Альпах, или, ну, где угодно, ну, французский язык мне очень нравится, например, почему бы и нет, или немецкий мне нравится, можно и где-нибудь там в олимпийских местах в Австрии, мне там тоже очень нравится, но для этого надо создать источники пассивного дохода, а вот это проще всего сделать, ну, наверное, в России, потому что, ну, во-первых, знание русского языка, знание русского менталитета и возможность заработать в России всегда есть для предпринимателя, ну, по крайней мере, сейчас она есть, тем более в интернете, и именно этим я и занимаюсь, сейчас у меня в районе 200 тысяч, я иду к 500 тысячам, и создание источников пассивного дохода, что и советую вам, я рассказываю об этом, как я делаю, как я создаю источники пассивного дохода, ребята, подписывайтесь, смотрите, как все это сделать, и давайте вместе создадим такие источники пассивного дохода и будем уже совершенно независимо от того, ну, где хотим жить, то есть это свобода, понимаете, когда идет пассивный доход, неважно, где ты живешь, ты можешь жить в Турции, ты можешь жить в Испании, ты можешь жить в Альпах, там, где угодно, можно выбирать, а если вы ничего не зарабатываете, если у вас денег ноль, то выбора у вас особого нет, либо мать унитаза, значит, в Америке и прозябать там где-то на улице, либо в России прозябать еще хуже, вот, ну, в общем, сказать, одинаково хреново, всюду без денег, а с деньгами всюду хорошо, поэтому создавайте источники пассивного дохода, там ссылочка у меня будет под этим видео, и я этим занимаюсь сейчас, вот, особенно интенсивно буду заниматься, как зарабатывать, если нет денег, подпишитесь, пока не поздно, потому что скоро этот курс будет платным. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демятков Юрий. Продолжение следует...